Сегодня состоялось очередное заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории города Лабытнанги». На повестке стояло два вопроса – рассмотрение экспертами поступивших предложений в рамках регионального экологического проекта «Чистый Ямал» и определение основных мероприятий по благоустройству общественной территории в районе Коми-деревни. 2022 объявлен на Ямале годом экологии. Благодаря этому в округе реализуется региональный экологический проект «Чистый Ямал». Особенностью проекта является непосредственное участие жителей в реализации значимых для региона экологических и природоохранных инициатив. Актуальные предложения от горожан сегодня обсуждали на заседании. У нас 20 февраля, я напомню, кто не смог принять личное участие, состоялось открытие по всему Ямау зеленых офисов для сбора инициатив и предложений от жителей городского округа. А также организована была работа на пикетных точках для обеспечения активной информационной кампании. На обсуждении комиссии три списка с самыми актуальными идеями. На красном листке представлены предложения, требующие финансирования. Они направлены на устранение местных свалок, убрать которые можно только при помощи специальной техники. В желтом списке мероприятия по инициативному бюджетированию, а в зеленом указаны мероприятия, которые не требуют финансовых затрат. Общественная комиссия предложила доработать проект решения и организовать презентацию лучших инициатив. В рамках проекта было предложено более 200 предложений от жителей города Албатланги и поселка Харпа. Общественная комиссия внесла свои корректировки, будет разрабатываться более подробный план с учетом замечаний и все проекты будут реализованы в 2022 году. Во второй части заседания участники встречи подвели итоги поступивших предложений по наполнению проекта благоустройства коми-деревни. По результатам голосования было отобрано 7 идей с портала «Живем на севере» и 17 предложений с помощью специальных боксов, установленных в общественных местах. На следующем этапе состоятся общественные обсуждения детального наполнения выбранного дизайн-проекта. Они пройдут с 23 по 29 апреля. Анастасия Шаховцова, Сергей Антропов, программа «Время местное».